В третьем веке в одном уединенном месте в Малой Азии жили три благочестивые сестры-христианки – Минадора, Митродора и Нимфодора. Все они не желали соприкасаться с грешным миром и, храня девственную жизнь, проводили дни свои в подвигах поста и молитвы. Вскоре к святым девам стали приходить люди, сестры исцеляли их своими молитвами, и слава о святой жизни девиц скоро распространилась среди народа и дошла до правителя Вифинской области. Фронтон был язычником и потому приказал своим прислужникам схватить и привести христиана к нему на суд. Сначала он сулил им всяческие почести и награды за их отречение от Христа. Но святые сестры, отвергнув все предложения правителя, твердо исповедали веру свою, сказав, что не дорожата невременными земными благами и готовы умереть за своего небесного жениха. Разъяренный правитель обрушил свой гнев на старшую сестру Минадору, имея в голове коварный замысел устрашения оставшихся девиц. Святая мужественно терпела муки и, наконец, воскликнула, «Господи Иисусе Христе, веселье сердце моего, надежда моя, приими с миром душу мою!» А молвив их, предала ему душу свою. Казнь старшей сестры не устрашила Митродору и Нимфодору. Девицы плакали о ней, но были также непреклонны. И тогда их подвергли таким же страшным мукам. Разделив участь своей старшей сестры, они скончались друг за дружкой, призывая до последнего вздоха возлюбленного своего Господа Иисуса Христа. Мучители хотели сжечь тела святых мучениц, но дождь, пролившаяся с небес, угасила огонь, и молния с неба поразила и фронтона, и всех его слуг. Так Господь покарал мучителей за смерть святых сестер-мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфодоры, чью память Православная Церковь чтит сегодня, 23 сентября. Субтитры создавал DimaTorzok